40 миллионов рублей выделит авиакомпания «Ютеер» на ремонт аэропорта Усть-Кута. Рабочее совещание по улучшению обслуживания пассажиров провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Аэропорт в городе основали в 1963 году. Ожидается, что в этом году его пассажиропоток превысит 100 тысяч человек. Глава региона отметил, что через аэропорт Усть-Кута ведут доставку грузов и пассажиров на север региона и в другие субъекты. Участники встречи осмотрели территорию и здания. Они рассказали, что необходима реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перо на место стоянки самолетов и локальных очистных сооружений. Все это – федеральная собственность. В течение месяца участники совещания должны разработать варианты развития и модернизации инфраструктуры аэродрома и аэровокзального комплекса. Я думаю, что уже следующий мой приезд представитель компании «Иркутской нефтяной». И мы здесь, министры, мы подпишем соглашение, где, по крайней мере, на ближайшие несколько лет определим ответственность перед Росавиацией для того, чтобы нас включили в финансирование или капитального ремонта, или реконструкции взлетно-посадочной полосы. Мэра Катнгского района Сергея Чонского задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. На него завели уголовное дело. По версии следствия, в 2023 году он брал у предпринимателей деньги и давал им преимущество на аукционах по поставкам дизельного топлива. Общая сумма полученных им взяток составила более 4,5 миллионов рублей. Губернатор Игорь Кобзев отметил, что сейчас главная задача – проверить наличие топлива на эту зиму. В Катанский район отправились специалисты регионального министерства ЖКХ. Они будут на месте работать с ресурсоснабжающими организациями. Устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности Сергея Чонского. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. В Ангарске прошло торжественное открытие нового сквера. Некогда заброшенная территория в 88-м квартале превратилась в удобное общественное пространство. Оно включило в себя многофункциональные спортивные площадки и детские городки. Оборудовали и пешеходные зоны с лавочками. На открытии территории побывали местные власти. Изменить это место помогли вовлеченности и неравнодушии горожан. Благоустройство провели на средства нацпроекта формирования комфортной городской среды. Именно эта территория вошла в число победителей программы в прошлом году. Голос за преображение общественного места отдали несколько тысяч человек. В Братске открылась выставка эвенкийской культуры в музее «Ангарская деревня». Там собрали артефакты, обнаруженные на местах стоянок кочевого народа. С экспонатами гостей знакомили ранее и под открытым небом, но там сложно обеспечить сохранность древних предметов. Теперь же в распоряжении музея есть отдельное оборудованное и отапливаемое помещение. По словам экспертов, экспонаты выставки могут многое рассказать о быте кочевников-оленеводов. Для обработки металла эвенки всюду возили с собой маленькую наковальню, ее вбивали в дерево и получалось рабочее место. Инструмент, на первый взгляд похожий на копье, на самом деле использовался для срубания веток, чтобы животное не запуталось рогами. В общинах присутствовал особый белый олень. Он перевозил амулеты, подвески и другие священные вещи. Образ жизни эвенков строился вокруг занятия оленеводством. Взаимодействовать с оленями обучали с малых лет. Олени по своей сути являлись полудикими животными, даже будучи домашними. И для того, чтобы их отделить, навыщить седло, использовался маут, аркан. На реке Кута местные жители заметили плавающего лебедя. Люди забеспокоились за птицу, которую обычно в этих краях не увидишь. По словам жителей, в последние годы осенью здесь часто появляются необычные гости. Чаще всего птицы, отставшие от стаи. Бывают среди них и раненые. Жители поселка Закута три дня наблюдали за красотой и повадками лебедя, а потом обратились в администрацию. Его нашли на правом берегу Куты. Река пока не встала, лед образовывается лишь частично, поэтому у птицы есть возможность найти пропитание. Сотрудники МЧС и природоохраны проверили лебедя и пришли к выводу, что он выглядит здоровым, его не нужно изымать из окружающей среды. Птицу ничего не тревожит, и в ближайшее время она должна улететь. А если этого не произойдет, лебедя поймают и выберут ему место временного размещения. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова